Больше интернета окруженным селам. Ростелеком запустил в эксплуатацию 15 точек доступа в интернет на территории Архангельской области и Ненинского округа. Установка точек доступа проходит в рамках реализации программы по устранению цифрового неравенства. Связь с большой землей и новые коммуникационные возможности. Скоростной интернет сегодня необходим не только в Наринмаре, но и на периферии. В 2015 году первые точки доступа по спутниковым каналам связи были организованы в поселках Бугрино и Шойно. Сегодня к ним присоединились Тельвис, Калабашская, Оксина и Коткино. Для этого в населенных пунктах были построены оптоволоконные линии связи общей протяженностью порядка 117 километров. По словам глав муниципалитетов, воспользоваться скоростным интернетом населению пока не довелось. Как отмечают специалисты Ростелекома, перед подключением к Wi-Fi необходимо прочитать инструкцию. Она размещена у каждой точки доступа – железобетонной опоры с необходимым оборудованием. Доступ в интернет обеспечивается по технологии Wi-Fi с радиусом охвата территории до 100 метров и со скоростью передачи данных не менее 10 мегабит в секунду. Жители населенных пунктов, где заработали точки доступа, могут пользоваться услугой интернет бесплатно для получения государственных услуг. Для получения полного доступа к сети интернет предлагается два тарифа – суточный с оплатой 1,5 рубля за сутки или месячный с оплатой 45 рублей за пользование услугой в течение месяца. Информация о том, как пользоваться услугой, у нас размещена в точках доступа. Если есть какие-то вопросы у жителей, мы готовы в адрес глав сельских поселений, там, где возникают проблемы с использованием услуги, написать подробные информационные письма от лица компании Ростелеком, где подробно объясним, что, зачем, как и сколько это будет стоить в плане использования услуг интернет в точках доступа. Установка оборудования для высокоскоростного интернета в поселениях округа началась через год после подписания трехстороннего соглашения. В июне прошлого года губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и президент Ростелекома Сергей Калугин подписали в рамках Петербургского международного экономического форума договор о сотрудничестве.